Продолжаем нашу прямую трансляцию. Итак, технические параметры трассы. Друзья, обратите внимание, 600 метров, очень серьезный перепад сегодня на трассе Супергиганта, почти 2 километра, 1916 метров, если быть абсолютно точным. Ну и погода, вы сами видите, легкий такой пасмурно, легкий туман наверху и минус 1 градус на данный момент нам дают здесь. Ну и, конечно, давайте ориентироваться на мнение Софьи Годжи, очень авторитетные, согласитесь, спортсменка, которая просмотрела трассу, сказала, что очень много ворот для такой дистанции очень достаточно круто. Это значит, что трасса будет не быстрая, но в то же время очень технично требует серьезной, конечно, работы. Так, смотрим на стартовый протокол. Стефани Венир получила, но я думаю, все-таки не самый приятный первый номер сегодня, потому что без опробования, конечно, без всего с нуля идти Супергигант под первым номером, да еще в такую погоду. Ну, это не самая простая задача, но далее мы все видим. Как всегда, сильнейшие это нечетные номера в первые двадцатки, первый, третий, пятый, седьмой. И здесь мы видим Сутер, Гуд, Ребенсбург, Шметхофер. Ну, в принципе, все знакомые нам лица. Что касается по присутствию на этом этапе, друзья, ну вот чисто по дисциплине, по Супергиганту у нас нет лидера, само собой, потому что Шифрин, как и в прошлом году, не приезжала сюда, в Сочи. И нет Марты Басина. Ну, я вот брать первую десятку. Так что потери у нас в этом плане небольшие. Ну, а зато вот если брать общий зачет Кубка Мира, друзья, ну, здесь совсем другая ситуация. Из первой десятки общего зачета у нас только четыре спортсменки на старте. Представляете, у нас нет Шифрин, все той же. Вылховый, Басина, Холденер, Гизин, Линдсбергер. Ну, вот из всей компании Линдсбергер-то изначально не должна была присутствовать. Это мы и знали. А вот остальные, в общем-то, пропускают, друзья, этап. Что у нас здесь? Ну, посмотрите, удаляют сноубордиста с трассы. Ну, это тоже не смешная ситуация. Как он пробрался на трассу? Ну, тут любитель на сноуборде пришлось судьям его буквально вытаскивать, чтобы не мешал тут проведению соревнований. Ну, и сейчас вот эта верхняя часть трассы хорошо тут показана. Очень интересный рельеф трасса Роза-Хутор. Давайте смотреть. Соскучились уже по этим соревнованиям. Я думаю, многие телезрители, потому что, еще раз напоминаю, погода в прошлом году не дала вообще провести ни одного старта. Ну, вот сегодня первая участница уходит на дистанцию. И, как мы уже сказали, это Стефани Венир из австрийской команды. Да, сложно, сложно. Вот прям со старта видим, сложная достаточно линия. Я напомню, что вот эту трассу поставил представитель Лихтенштейна, тренер, как вы понимаете, Тины Вайратер. Матиас Брикнер. Да, казалось бы, тренер из Лихтенштейна должен под Тину бы посвободнее поставить. Она не любит очень узкие трассы. Ну, мы видим, действительно, постановка, скорость небольшая. И постановка ворот достаточно крутая. Сегодня... 39 ворот, напоминаю, друзья. В обязательном порядке, естественно, их все проходить надо. Одна комбинация одной другой. Вот здесь, по-моему, при переходе на финишный спад. Ну, что, добирается до финиша. По-моему, все-таки, да, успешно Стефани Венир. И мы имеем с вами первый результат. Одна 25.88. Да, друзья, ну, действительно, почему-то так накрутил трассу постановщик. Не знаю, может быть, согласовались с директором Кубка мира. Может быть, учитывая то, что условия не очень хорошие. Не знаю, не знаю. Надо смотреть, как будут развиваться события. Лидер французской команды Романа Мирадолия. Под вторым номером стартовала, мы видим. Четвертый у нас, кстати, в нынешнем сезоне супергигант, друзья. Ну, вот в отстающих эта дисциплина всего лишь три старта было. Лейк Луис канадский, Сан-Форец и Банско. Ну, Банско вот на прошлой неделе. Все старты мы с вами видели. Но, вы знаете, я думаю, у нас даже полного мнения вот так вот пока не сложилось. По сезону, по трем стартам. Достаточно плотные результаты. Разные победители, разные призеры на всех этапах. Ну, достаточно такая разнообразная картинка. Шифрин лидирует, да, но она выигрывает совсем немного. У нас там отставания в первой десятке даже в очках очень небольшие в этой дисциплине. Так что, учитывая, что Шифрин сегодня нет, то изменения будут кардинальные. Конечно же, кто-то выйдет в лидер. Ну, честно говоря, не стал бы даже пытаться предсказать, кто может возглавить зачет по супергиганту. Тем более, что сегодня, вот видите, такая непростая, очень трудная гонка. Да, Романа Мирадоли. Ну, тут, можно сказать, помучилась на финишном спаде. Не идеально у нее, конечно, было скольжение. Это надо точно признать. Так, а что у нас так, Карина Сутер-то? Интересная какая, да, методика настроек. Смотрите, прям как-то мигает она постоянно. Ну, каждый по-своему, да, что только мы не видели. Вот в таких моментах кто-то вспоминает трассу разными способами, конечно. Конечно, Виктория Реббинсбург. Такой мини-лагерь немецкой команды у нас на старте. Это итальянки со своими сервисами. Тут последние тоже приготовления. Ну, безусловно, фаворитки, фаворитки соревнований. Итальянские спортсменки, друзья, давайте прямо говорить. Потому что, если сравнивать, опять же, последний этап Банска. Ну, очень похожие, техничные, нескоростные трассы. И в Болгарии, и здесь на Роза Хутор мы видим ближе к гиганту. Теперь уже мы точно можем говорить. И в таких вот, как правило, условиях итальянки чувствуют себя просто прекрасно. Они техничные, они такие легенькие, с хорошей гигантской подготовкой. Я имею в виду подготовкой гигантского слалома. И в этом плане мы можем, я думаю, сегодня говорить о том, что должны опять итальянки поспорить. Ну, не думаю, что будет такой случай, как у нас был в Банска. Три первых места, весь педестал итальянский. Я думаю, сегодня, может быть, до этого не дойдет. Но итальянки действительно хороши. Ну, тут сезон-то, вы видите, нам показывают канатную дорогу. Бутуристов, любителей, катаются со снегом. Перебор, я бы сказал, в Красной Поляне. Ну, вот видите, в Европе многие центры страдают от недостатка снега. И в этом, конечно, достаточно проблемы. А вот на Кавказе здесь, в Роза Хутор, вообще все в этом плане прекрасно. Карин Сутер. Карин Сутер. Как видите, титр на экране нам напоминает о том, что она вторая в зачете в этой дисциплине. Сутер. Ну, Сутер ведь тоже не любит вот такие закрытые трассы. Ей бы побыстрее, ей бы поближе к скоростному спуску, где она себя вообще прекрасно чувствует. Ну, давайте посмотрим, что. Кстати, что касается, мы уже так определили для себя, что итальянки, наверное, главные фаворитки, друзья. Ну, и так вот волей, знаете, выбора номеров, итальянки, практически вся команда подряд стартовать будет, начиная с 12-го номера. Марсалия, Бриньон и Делага, Годжо, все подряд, друг за дружкой и там и Елена Куртони под номером 18. У итальянок лишь бассина, мы говорили, решила пропустить этап. Честно говоря, не очень понятно, потому что прекрасно она себя чувствовала в Банско, на пьедестале, и в спуске, и в супере. Это достаточно удивительно. Ну, Сутер, посмотрите, она очень в этом плане грамотная. Ну, спусковичка прекрасная, она траекторию, она соблюдает, она, посмотрите, не рвется, не рискует. Но я думаю, что вполне вот такой план прохождения, выполнить идеально намеченную линию. Ну, что, в общем-то, Сутер и делает. Ну, и улучшает, улучшает результат Стефани Венир. Ну, все равно, друзья, вот скатывается мнение, что результаты будут заметно побыстрее у следующих спортсменок. Не впечатляет пока ни Сутер, ни Венир своим прохождением. Нина Ортлип вот сейчас по четыре, и еще одна Астрийка. Ну, Астрийки все в первой десятке, видите, как предпочтение, да? Я напомню, что номера, в отличие от Слалома, здесь выбираются, и вот Астрийки, они все в первой десятке. Раз, два, три, четыре, пять спортсменок. Пять спортсменок в первой десятке из Австрии, во второй десятке пять итальянок. И кто угадает, да? Вот, ну, как правило, в такую погоду спортсмены стараются взять номер поближе, опасаясь, что трасса будет подразбиваться. С другой стороны, есть вторая проблема. Трассу могут поднакатать, и первые номера, может быть, у них даже и лыжи-то скользят не очень быстро, потому что, конечно, там постарались как можно идеально вычистить трассу, но абсолютно идеально никогда не бывает. Всегда какое-то количество снега, оно на трассе остается, и его надо раскатать. Да, ну, надо сказать, очень слабый темп сегодня на трассе. Даже у нас засечек скорости нет, друзья, но тут, в общем-то, не так уж и интересно. Не так интересно, потому что скорости практически нет, да? Она очень близко к гигантскому слалому сегодняшний супер стоит. Ну, понятно, мы видели, грубейшая ошибка была, Ортлип, тут шансов не было. Я думаю, как раз нам, вот, посмотрите, она теряет тут контроль за разметкой, значит, там по отработанному снегу, и все, без шанса. Посмотрите, нам когда дают стартовый номер, ну, коротко получается, ну, графику у каждой спортсменки показывают по выступлениям. Наконец-то Лара Гуд приобретает впервые за два года хорошую спортивную форму, и, наконец-то, она попала на пьедестал почета в своей любимой дисциплине. Да-да, тоже в том же самом болгарском Банско, в последнем супергиганте Лара Гуд была третьей. Я напомню, что последняя, кстати, Лара Гуд, друзья, она по победам из действующих спортсменов самая заслуженная, да-да, друзья, 12 побед в супергиганте. Вот какая хорошая статистика у Лары Гуд. Но последняя победа была два года назад в картина Дампеца, то есть два года уже Лара Гуд достаточно была на дальних позициях. Ну, может быть, возвращение началось. Давайте посмотрим, что будет сегодня здесь на трассе Роза Хутор. Так, вот здесь пологая часть такая небольшая. Трасса вообще, согласитесь, очень рельефная, да, это вообще здорово, интересно. Но даже меня удивляет то, что даже на пологих участках нет прямых прострелов. Все время виражи, виражи. Вот настолько перестраховался постановщик трассы, даже непонятно. 26 соток выступает Лара Гуд. Лара Гуд Бехрами, наверное, все-таки мы обязаны это почаще говорить. У нее двойная фамилия. После того, как она два года назад вышла замуж, ну и Рамона Зибенхофер. Вот, австрийки оккупировали первую десятку стартующих. Ну, так бы, если бы было в финишном протоколе, друзья, то это бы, конечно, было для австрийцев неплохо. Ну, что-то подсказывает, вряд ли будет такое, Рамона Зибенхофер. Ну, вот, давайте посмотрим, как справиться с этой трассой Рамона Зибенхофер, которая, ну, можно сказать, чистая спусковичка, да, спортсменка, которая себя на небольших скоростях, на трассах, где множество виражей чувствует себя, как правило, честно говоря, неуверенно. Ну, вот, наше предсказание, посмотрите, оправдывается, да. Очень слабый темп, очень осторожная езда в исполнении Зибенхофер. Да. Не очень хорошо все это смотрится. Ну, это не борьба, друзья. Как говорится, без всяких обид. Спортсменка вроде титулованная, но... Такое выступление, конечно, как минимум похвалы вызвать не может. Без всякой борьбы, просто прокатилась по трассе. Зибенхофер, не знаю, может, она себя плохо чувствует, но, по крайней мере, у нас никакой информации не было в этом плане. Да, надеемся, что другие спортсменки навяжут все-таки борьбу какую-то рискованную. Ну, вот Виктория Роббинсбург, допустим. Вот видите, со временем, да, с опытом Роббинсбург, у Роббинсбург вот эта дисциплина стала лучшей. Так, если смотреть по результатам, согласитесь. Потому что, если еще считать финал прошлого года, она выиграла финал прошлого сезона, выиграла в этом году первый старт. То есть, из последних четырех две победы у Роббинсбург. Ну, и она не избегает, посмотрите, и она не избегает серьезной ошибки. Ну, вот нам тут выскочил спидометр на экране, так промелькнуло что-то в районе 80 километров в час. И как опять вот эта графика пропала. Ну, тут на взгляд, да, прекрасно видно, что трасса не быстрая. Трасса вязкая, и снег, и постановка, все это такое вязкое, тягучее. Да. И Роббинсбург. Ну, она, правда, в отличие, конечно, от Зибенхофера постаралась, давайте так говорить прямо, но... И проиграла-то немного, но это уже даже сейчас, в начале соревнования, это, видите, уже четвертый. Вот, кстати, ошибка. Ну, то же самое Ортлип. Там то ли ямка какая-то, непонятно. Лыжи разрывает, уже мы видели у Ортлип и Роббинсбург, абсолютно одинаковые ошибки получаются. Жасмин Флюри, представляющая команду Швейцарии, естественно. Одна победа есть в карьере именно супергигантию, Жасмин Флюри, помним мы это, правда, уже давно тоже времени много утекло после такого успеха. Да, вот секундомер, ой, вернее, спидометр, да, мы привыкли, секундомер-то у нас, слава богу, хорошо работает. Спидометр по центру экрана появился 82 километра в час, конечно, даже для женского супергиганта этого очень мало. Ну, друзья, еще раз, условия, конечно, трассу в последний момент, можно сказать, мы знаем по информации, успели подготовить из-за сильнейших книгопадов здесь на Розахутор. Поэтому, наверное, не будем так критично к этому относиться. Я имею в виду постановку трассы, такую абсолютно безопасную, но в то же время трудную для спортсменок. Ну, вот тоже качает головой Жасмин Флюри, вот на кого она, да, интересно, пеняет-то на себя, наверное, только, да? Тот же самый вираж, вот этот коварный, то же самое, да что ж там, там, наверное, ледяное такое плато небольшое, друзья. Разрывает лыжи. И опять представительца Австрии Николь Шмидтхофер у нас стартовала. Эк-чемпионка мира в этой дисциплине Шмидтхофер. Мы знаем и помним прекрасно, что она выиграла чемпионат мира в Санкт-Морице. Правда, вот на последнем чемпионате прошлогоднем вор ей не удалось. Удачно выступить. Ну вот, посмотрите, Пашмидтхофер, она даже успевает закрываться, да, более такая, атакующая такая езда. Но, тем не менее, видите, проигрывает. Проигрывает и она на контрольном отрезке. Так, финишный спад. Ой-ой-ой, тут и по разметкам она... Да, слишком. Вот что касается Шмидтхофер, видно было, да, казалось бы, и атака, и все, и желание, а, друзья, неправильно. Постоянно она более острую траекторию делала. В результате окончания яражей всегда была поздняя. Приходилось выкручиваться с проскальзыванием, само собой. Ну вот, и получается секунда. Анна Файт, друзья, ну вот для нее-то эта трасса, ну, наверное, самая счастливая. Именно здесь, друзья, в 2014 году Анна Файт стала олимпийской чемпионкой, да, здесь на Роза Хутор. Ну, другое дело, что мы видели с вами прекрасно, что Анна проигрывала на всех этапах предыдущих. Ну, посмотрите, может быть, вот сейчас, когда уже обрела более-менее форму, и еще раз повторюсь, ей эта трасса, ну, наверное, самая любимая является. Может быть, сегодня, наконец-то, будет пьедестал почета у Анны Файт. Очень давно это не было. Ай-яй-яй, ну как же, посмотрите, вот какая разница, казалось бы, да, настолько хорошо, ну, первый, я даже не беру отрезок, ладно уж, ну, второй ведь, да, второй отрезок, неплохое преимущество, и в результате уже в середине она проиграла 59, а что на финише? А, ну, на финише хотя бы чуть-чуть отыгралась, да, 27, одну сотую она гуд проигрывает рядышком с пьедесталом, одну сотую. Возвращаемся в Роза Хутор, друзья, ну что же, первая десятка у нас отстартовала, посмотрите, ну, достаточно плотные результаты, вот только что Анна Файт показала четвертое время, посмотрите, одну сотку ей не хватило до третьего результата. Так, так, ну, вот становится хотя бы немножко поинтереснее нам, потому что первые спортсменки так немножечко разочаровали некоторые. Тина Вайратор, ну, вот двукратный обладатель Кубка мира, да, в этой дисциплине, уж кому как мне это побороться, наконец-то побороться, потому что Тина в своей любимой дисциплине тоже далековато пока от пьедесталов почета. Ну, напомню, друзья, 44 всего участницы, небольшое количество, ну, это объясняется тем, я уже говорил, что не прилетели многие спортсменки по разным причинам, серьезные спортсменки из десятки ведущих Кубки мира, Гизин, Шифрин, Вылкова, Холденер, к сожалению, вот поэтому у нас количество участниц поменьше. Ну, естественно, две россиянки сегодня выйдут на старт, ну, а как же на своем домашнем этапе Юлия Плешкова и Александра Прокопьева, ну, это две девушки, которые постоянно в этом году выступают на всех этапах скоростных дисциплинах. Россиянки посмотрим, как им удастся вот на домашнем этапе поспорить. Поспорить, ну, надеемся, за тридцатку, то уж как минимум надо бороться, да, какая еще задача, если выше, то это было бы вообще здорово. Вот посмотрите, как интересно, да, какой профиль интересный здесь на Роза Хутор. Первые, ну, понятно, что и крутые ворота, да, первых пять ворот на спаде со старта, затем выполаживание, и вот такими длинными волнами трасса, интересными волнами спускается к финишу. Здесь нет таких суперуклонов, каких-то сумасшедших крутяков, ну, такой средний уклон с пологими полками, в принципе, ну, еще раз повторюсь, немножко удивлен тем, что слишком, мне кажется, крутую трассу поставил представитель Лихтенштейна сегодня. Ну, тут уж, говорится, не поспоришь. Софья Годжа, которая нам в интервью только что перед стартом сказала, что чувствует проблемы пока из-за падения на предыдущем этапе в Банско. Карин Сутер со своими знаменитыми веснушками. Хороший сезон проводит, Карин молодец, она у нас лидер Кубка мира в скоростном спуске, и вполне, вполне возможно, почти наверняка может стать лидером и во второй скоростной дисциплине сегодня в супергиганте. Лучший результат на этой трассе четвертое место в оратор мы видим. Так, стартовый крутичок вполне нормально, первый разгон, и вот здесь начинает опаздывать. И, друзья, ну вот, знаете, я, ну, как-то даже предполагал примерно такое развитие событий. Ну, не знаю, о чем думал тренер вот этой же спортсменки, именно он поставил трассу. Ну, не любит с разгона все поперек. Тина Вайратор, у нее длинная карьера, мы десятки раз ее видели на соревнованиях, мы знаем ее возможности, но слишком круто, еще и на плоском, когда это происходит после вот стартового спада. Ну, тут надо же идти бороться. Попыталось и сразу в сторону Тина Вайратор сходит. Не знаю, может, еще не очень и мотивация большая. Да, видите, тут и лыжи снимает, расстроилась. Тина. Так, подтянулись болельщики в последнее время. Нам показывают трибуну здесь. Друзья, ну и вот, наверное, один из важных моментов, если не важнейший, потому что итальянки начинают борьбу. В первой десятке, видите, не стартовали, зато вот сейчас подряд у нас четыре итальянки пойдут. И, вы знаете, можем ожидать серьезных времен. Итальянки техничные девушки. Особенно, конечно, бриньоны. Но пока Франческо Марсалия. Франческо Марсалия, для которой супергигант тоже, ну, пожалуй, любимая дисциплина. Другое дело, что она не блещет даже в любимой дисциплине в нынешнем сезоне. Ну, уже хотя бы цифру 90 километров в час мы увидели. Это уже повеселей, как говорится. Ну, опять же, эта скорость-то меряется. Вот на таком очень маленьком радарчик там стоит, да, на маленьком отрезочке. А так по виражам-то пока и у итальянки не лучшие варианты. Да, все-таки есть вот маленький такой, мурость такая, да, дождь. То ли дождь, то ли это мелкий мокрый снег. Но вот что-то такое мы видим. На камере в том числе это было заметно. Красивый повтор, но исполнение, конечно, хромало в этом моменте. Давайте прямо говорить. Ну, а сейчас самая заслуженная на этом этапе спортсменка, ну, безусловно, если судить хотя бы по этому сезону, Федрика Бриньоне. Она идет второй после шифрин в Кубке Мира. И тоже одна из тех спортсменок, которая может возглавить зачет после сегодняшних соревнований здесь Федрика Бриньоне. Вот это уже другое дело, согласитесь, да? Какие два отрезочка со старта? Ну, надо же, в одном и том же месте уже почти все спортсменки. Что там такое на трассе? Лыжи разрывает, Бриньоне в том числе. Вот видите, она тоже потеряла больше, чем полсекунды на этом коварном вираже. Повыше здесь надо удержать траекторию, утаскивает вниз вот тут на этом подходе одной дугой и разогнаться максимально на финиш надо. Да, все-таки Бриньоне. Друзья, ну класс есть класс, да? Класс есть класс. Несмотря тоже на ошибку. Посмотрите, она вверх выиграла с хорошим преимуществом и внизу накатила, как мы говорим. И оторвалась-то, в общем, числительно, да? 42 сотки. До этого были плотные результаты. Ну и, конечно, у Карин Сутер улыбочка сразу пропала на лице. Ну, друзья, давайте прямо говорим. Ну что ж, да? Когда тебя обыгрывают, не очень приятно. Так, ну что, Бриньоне стала лидером, вполне ожидаемая. Чем ответит, вернее, ответят ее подруги по команде. Потому что Николь Делага и потом еще Софья Годжа. Ну, Делага-то тоже девушка молодая, такая смелая, очень порывистая, я бы даже сказал. Не знаю, сможет ли она с такой технической трассой. Нет, не справляется, да? Ну, в общем-то, как-то было предположение, что для Николь Делага это слишком технично. Это трасса для Бриньоны. Ну, еще, может быть, бассина. Вот бассина не приехала, это удивительно. Да, сошла. Можно было предположить, что для Николь Делага здесь будет слишком сложно. Ну, вот, посмотрите, как бы не задумываясь, да, в атаку, вперед, на флаг. А то, что следующие ворота очень закрыты, это как бы уже не подразумевается. Да нет, девушка. Это сразу становится понятно. Ну, вот парочка неудачниц. Стиновый оратор и Николь Делага. Молодец, Федерико. Абсолютно не реагировала на то, что Шифрин и Вылхова пропустили этот этап. Приехала и возьмет, вполне возможно, победу. Но Шифрин-то не будет сильно переживать, там отрыв огромный. А вот Петре Вылховой придется напрячься сильно, потому что она будет достаточно много отставать от Бриньоны. Но, наверное, рановато мы начинаем какие-то очки считать. Давайте посмотрим. Софья Годжа, которая нам в интервью сказала, что трасса действительно очень закрытая, очень рабочая. Чем-то напоминает гигант, а не супер. Смотрим, как она справится. Ну что, пока нормально. Мы же теперь на результат Бриньоны ориентируемся. Второй график на данный момент у Годжи. Тоже посмотрите. Вот, казалось бы, крутейшие виражи. Она успевает еще в стоечку закрываться. Оп, видите? Вот, вот, вот. Руки даже не упускает. Молодец, это хорошее дело. Да, и она выходит в лидеры. Но это отрезок, это только отрезок. Финишный спад, он достаточно коварный. Здесь нельзя, вот так и хочется атаковать, видя финиш внизу. Но здесь надо тоже с заходами пройти. Нельзя резать под флаг. Так, вот теперь под вопросом. Не знаю, даже в чью сторону это все качнется. Да, проигрывает, друзья. Но слишком неправильная была. Не смогла выдержать трейку на финишном спаде. Это было видно. Так, двойное лидерство итальянская команда. Ну, примерно такого мы и ожидали. 5, 4, 3... Иоанна Хелин из команды Швейцарии. Ну что, Сутер уже отодвинули на третье место. Гуд уже на пятой позиции. Что касается команды Швейцарии. Иоанна Хелин у нас идет под 16 номером. Пока неудачные в этом сезоне выступления у Хелин. Ну, когда-то, вы знаете, все-таки спортсменка стартует в сильнейшей группе. Когда-то какая-то трасса должна подойти. Да, должно же все иногда складываться. Ох, ну, примерно после Дангоджи она тут идет в нижнюю часть. Но, молочина. Как раз тут, как будто мы предвидели, да, когда-то должно сложиться. Но вот сложилось сегодня. Она сутер спидестала. Не кого-нибудь, а сутер, представляете, отодвигает. Так, ну что, еще один шанс у австрийской команды в лице Тамары Типлер. У австриих пока Венир, стартовавший под первым номером. Так и остается лучшей. Это пятый результат. Она файд седьмая. да да вот однотипные спортсменки я имею ввиду и внешний по фигуре по многим параметрам похоже с Зибенхофр ну посмотрите какая разница да все-таки Типлер по крайней мере старается мы это видим да ошибается ошибается очень серьезно Зибенхофр даже и побороться не попыталась но это не намного лучше да две австрийки замыкают практически таблицы у нас Типлер и Зибенхофр с огромным отставанием Елена Куртони Друзья ну вот у кого мотивация наверное должна быть запредельная согласитесь потому что после 10 лет выступлений в Кубке мира к ней наконец-то пришла неделю назад первая победа первая победа в Банско в скоростном спуске у Елены Куртони и вот на волне такой должна бы по идее бы да странно вот вроде бы да основные силы прошли уже итальянской команды и тренерский состав должны были уже разобрать времени там много прошло у нее видите 18 номер как-то скорректировать да где прибавлять где подрезать ну супер гигантии это очень важные вещи пока не лучший вариант хотя хотя может может да если вот по типу Бриньоны если прибавить вот здесь оп 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 посмотрите пришлось даже сбрасываться немножко чтобы на траекторию вернуться Куртони нет 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 она даже в десятку как ни странно не попадает ну вот видите какое неудачное да двойное завершение виража Хеллен подошла поздравить Бриньоны с хорошим результатом Кайсов Вейхоф Ли молодая очень амбициозная как мы уже знаем смелая спортсменка из Норвегии ой-ой ну что же так начинает тоже совсем потеряла тут линию а знаете вот после ошибки вот большинство спортсменок ну не все я так думаю но большинство конечно профессионалки должны помнить трассу наизусть да но вы знаете вот по опыту просто знаю что вот когда что-то экстремальное случается вот как память отшибает да или крупная ошибка или на грани падения ну что-нибудь такое да экстремальное и потом спортсменки многие не могут ни ритма найти не забывается может быть даже и траектория спуска которую наметили надеюсь с норвежкой такого не произошло ну тут уж очень осторожно очень осторожно при выходе на спад финишный но здесь не может быть высокого результата да все было слишком осторожно ну и завершая первую двадцатку у нас Илка Штуэц славянская спортсменка вы видели на экранах напоминание о том что у нее была победа в восемнадцатом году в Альгардене в супергиганте мы помним да когда друзья из-за переноса да неожиданно в Альгардену приехали женщины где обычно мужчины соревнуются был такой необычный интересный этап и вот он киштуется удалось там ну друзья в этом этот сезон и у Славянки конечно идет вот так вот не очень неудовлетворительно можно так сказать хотя тоже конечно одна из самых титулованных двукратная чемпионка мира обладательца кубка мира но хотя и есть победа да но все-таки мы связываем имя штуха в первую очередь с красным спуском чем с супергигантом поэтому предполагать изначально что она здесь поборется за победу но это было бы сложно конечно сложно попадание в десятку мне кажется для Илки Штуэтс это было бы достаточно оптимально да 3 секунды еще знаете друзья я думал будет больше учитывая что значит тут ворота вообще не попадало на финише ну да ладно у нас сейчас небольшая пауза продолжаем нашу трансляцию друзья ну что же Федерико Бриньоне по-прежнему уверенно возглавляет у нас табличку промежуточных результатов две итальянки лидирует Годжа вторая неожиданно на третьем месте Иоанна Хеллен из швейцарской команды и Карин Сутер на четвертой позиции ну мы видели да Сутер лидировала стартовала третьей долго никто ее не мог обойти но вот итальянки которые из этапа в этап прибавляют прекрасно выступили на предыдущих соревнованиях в Болгарии но вот здесь в России на этапе в розахутор тоже похоже одержат победу ну выводы наверное рановато делать хотя понятно что победы победы мы ждем от тех кто стартует первой двадцатки всего у нас 44 участниц ну и соревнования продолжаются Мирьям Пухнер из австрийской команды ну тоже в техническом плане не самая великая спортсменка Мирьям Пухнер еще она такая самая высокая рост под 187 по-моему не знаю боюсь спутать очень высокая девушка но вот не знаю может быть в том числе и из-за того что рост очень высокий трудно и в узких виражах зачастую приходится такая получается замедленная немножко реакция на все да ей нужны прямые вытянутые быстрые гаражи и скорость больше сотни вот это стихия для австрийки а вот эта трасса которую мы сегодня видим плюс вот с такой закрытой постановкой с маленькой скоростью никак не может она и Пухнер в том числе видите тут еще и туманная какая-то появилась такая балочка но будем надеяться что на этом остановится еще не хватало тумана нам и так все что возможно тут было отменено в розахутор тренировки скоростной спуск хотелось бы чтобы хоть гигант супергигант сегодняшний прошел удачно но видно было да согласитесь друзья что абсолютно не в своей тарелке Пухнер она гигант не ходит вообще друзья ее стихия скоростной спуск и вот такая расстановка трассы как без шансов для острики еще одна острика ну не дебют в кубке мира но достаточно новое имя новое имя многие думаю не слышали да в мире это имя Михаила Хайдер из второго состава естественно австрийской команды и она не юниорка друзья уже в принципе 25 будет 25 лет ну это просто результат ротации мы знаем уже всегда на это обращаем внимание австрийцев так принято там если спортсменка один-два этапа где-то на далеких местах то стараются сразу менять из второго состава приглашают ну посмотрим как вот сможет себя Хайдер проявить по-моему 10 да по-моему 10 стартов всего лишь в кубке мира ох очередная неудача это уже австрийка Хайдер сходит на финишном спаде мы видим ну вот примерно похоже что было у Славянки Штуец только та все-таки после ошибки вернулась на трассу австрийка не смогла да вот тут ее несет мимо ворот попадает друзья ну естественно траектория уже потеряна двое трое по нарастающей и исход тут в такой ситуации он понятен Мария Мишель Каньон хорошо нам знакомая а вот в отличие от австрийки посмотрите какая разница да это одна из долгожителей в кубке мира Мария Мишель Каньон и за 30 лет уже переваливает и 226 по-моему стартов большой очень опыт 226 стартов в кубке мира конечно олимпиады чемпионаты мира ну вы знаете наверное одна из тех спортсменок которые вот так себя полностью не реализовали да и сегодня видите неудача у канатки сходят она с трассы одно время все дисциплины ходила потом как-то на свалом переходила чисто сейчас тоже старается во всех дисциплинах стартовать ну не знаю может быть и вот в результате этого у нее лучший успех это как раз в комбинации Мария Мишель Каньон но еще раз повторюсь вот такой вот друзья ну это олимпийская чемпионка ни много ни мало эстерли Децка которая умудряется друзья вот умудряется выступать в двух разных видах спорта одновременно переезжая успевая и туда и сюда она уже выиграла по-моему выиграла да и призак была она в сноуборде в своем в параллельном гиганте из лалами и вот теперь еще и здесь ну здесь то в горных лыжах она в этом году даже победу одержала вы помните в скоростном спуске на первом же старте сезона Лидецка но вот в супере у нее как ни странно ведь супер гигант это ее главное в горных лыжах достижение олимпийское золото но именно в супере она никак себя проявить не может и конечно в этом плане морально так себя чувствует не очень уверенно конечно Лидецка да все-таки выиграв золото на олимпиаде надо как-то немножко подтверждать свои амбиции на кубке мира но вот никак никак не получается смотрим что здесь сегодня ну десятое место да десятое место в общем-то это не провал да скажем так хотя бы хотя Лидецка может быть и по-другому считает Элис Маккинис ну что наконец-то до американок добрались мы уже говорили о том что команда США сюда приехала без своего лидера без Микайло Шефрин у них Мэри Уэзер у них Бриджи Джонсон в стартовом протоколе и Жаклин Вайлз ну что касается перспектив нет друзья нет на американок я думаю никому не надо тут рассчитывать опять же это не их стихия а такие закрытые медленные трассы да Маккинис видите уже но чего не отнимешь вот не идеально техника конечно исполнение виражей но то что боевой характер всегда у американок они всегда борются и стараются не унывать но вот в этом надо им отдать должное смотрите три с половиной секунды без каких-либо вообще там шансов на что-то серьезное но тем не менее Вероника Хронек из команды Германии естественно так друзья у нас Кира Вайдли не вышла на старт вот это да вот это тоже новость лидер немецкой команды один из лидеров конечно у нас есть Рейбинсбург но Вайдли тоже спортсменка приличного уровня но мы видим что она-то на старт почему-то не вышла Кира Вайдли Вероника Хронек 27-й стартовый номер ох какие проблемы да особенно девушки из третьего десятка мы видим именно на спаде на финишном на этих крутейших виражах испытывают но и опять же результат тут не удивляет но здесь как придется это не тот повтор когда можно как-то разобрать даже технику исполнения это тот повтор когда просто сама спортсменка не знала как и вписаться вот сложный вираж тихо и тихо и тихо не французской команды у французской Гутье и Лаура Гош. Еще есть в составе французской команды. И Дженнифер Пью. Да, посмотрите, ну как под копирочку, да? Уже несколько спортсменок подряд. Вот, ой, какие тут проблемы. С трудом попала вот в эти одной дугой перед финишем. Понятно нам теперь, почему такой результат. Приска Нуфер. Еще одна швейцарка. Ну так, по командным результатам сегодня может быть неплохо. Хотя, конечно, Сутер, Гуд, четвертая, шестая. Вот для них, наверное, самые обидные места. А так трое швейцарок, конечно. В шестерке это, в общем, прилично. Ну что, теряют лыжи у нас. Еще и такие у нас ситуации. Давайте смотреть. Ну да, друзья. Но здесь вот, вы знаете, слишком простая ситуация для того, чтобы отлетала лыжа. Ну там, да, маленькая кочка была, безусловно. Но это не значит, что в таком варианте должны крепления сработать. К сожалению, вот такой тоже неприятный момент. Элис Мэри Уэзер из, опять же, команды США. Ну, друзья, тут по Элис тоже, конечно, большие сомнения в плане такой сложной трассы. Ну, давай посмотрим, может быть, какое-то вдохновение дополнительное. Ну, у нее места в этом, она в пятнашечку. Вот три предыдущих этапа, ну, все, конечно, стартовала. Элис Мэри Уэзер. И ни разу в 15 не попала. Ну, так, если посмотреть по ее результатам. Где-то 18-е, 19-е, 20-е. В таких пределах. КОНЕЦ КОНЕЦ Да, здесь на Роза Хутор, конечно, американкам шансов практически никаких. Друзья, ну, зато вы следующий этап. А я напомню, что следующий этап в гарми Шпартенкирхе. Не запланирован у женщин. Там, кстати, где сегодня. Это хороший еще повод, друзья, напомнить, что вот буквально через 15 минут мы будем с вами переключаться на гарми Шпартенкирхе. Там сегодня по программе Кубка Мира у мужчин гигантский слалом. Это всегда, конечно, очень интересно. Так вот, и женщины приедут туда уже завтра, будут переезжать. Там вот трасса, конечно, по сравнению с Розой Хутор абсолютно другого плана. Более такие прямые. И там вот американки, конечно, наверное, смогут получше выступить. А так и Болгария, и Россия. Вот эти трассы такого плана для них, конечно, слишком тяжелые. Друзья, ну что, опять очередной успех итальянской команды. Ну, в принципе, мы это с вами прогнозировали, угадали практически точно. Ну, не весь пьедестал почетов, зато первых два места. Бриньона и Годжа. Швейцарка Хеллен. Вот это достаточно неожиданно. И ее подруга по команде Карин Сутер на четвертом месте. То есть две итальянки, две швейцарки. И на пятой позиции австрийка Венир. Это лучшая из австрийских сегодня спортсменов. Вот Хеллен мы видели. Вот она, Годжа. В замедленном повторе. В своей манере. Достаточно динамично. Ну и Федерико Бриньона, конечно. Да, выйдет на первое место теперь Бриньоны. Ну, а это у нас стартовый лист, друзья, спортсменок после тридцатки. Вы видите, опять Австрия, Райзингер и Шайер, Гаслиттер, Джонсон, Гош Вених, россиянка Плешкова, тридцать восьмая. Элизабет Райзингер. Ну что, 23-летняя спортсменка, вы знаете, уже в этом году себя не так проявляет с хорошей стороны, Райзингер. Вот для нее эта трасса должна бы подходить, по идее, потому что все-таки она гигант ходит прилично, Райзингер. Ну, вот смотрите, как она уже и со старта ошибку делает. Вот с этой панорамой, видите, да, вот эти облачка, конечно, ходят до сих пор обидно. Вчера была солнечная погода здесь, но, тем не менее, даже при солнце не удалось скоростной спуск провести. Слишком было много свежего снега. Вот, друзья, да, Бриньоны, мы правильно с вами предположили, Бриньоны с сегодняшней победой возглавят Кубок Мировой этой дисциплины. Ну, в общем-то, все абсолютно по делу, без каких-либо тут сомнений, и, конечно, сократит отставание от Шифрин в общем зачете. Вот как виртуально у нас сейчас выглядит общий зачет. Но все равно там остается достаточно большой отрыж. Посмотрим. Еще надо будет нам с вами до конца убедиться, приедет ли Шифрин на следующий этап. Гарниш, если приедет, как она там выступит. Там скоростной спуск, конечно, достаточно серьезный. Я напоминаю, что вот уже второй этап подряд, и еще третий на следующей неделе в женском Кубке Мира – это только скоростные дисциплины, друзья. Спуск и супер три недели подряд. Не знаю, мне кажется, не очень сбалансирован календарь. До одни дисциплины идут, а вот с Лоломистском, да, как поддерживать форму целый месяц без соревнований в Кубке Мира. Но тут очень много входящих, друзья, всяких факторов. Конечно, пытались, я думаю, что видели даже перед сезоном организаторы Кубка Мира, что вот разбалансированные календари. Но, видимо, по разным причинам какие-то горнолыжные центры могли принять, и только в одни временные промежутки перестановки было трудно делать. Здесь можем было понять, конечно. Ой-ой-ой-ой. Кристина Шаер просто все, что возможно вокруг трассы объехала, только не по оптимальной траектории, да? Поэтому не должен нас вот такой результат удивлять. Ирена Гаслиттер. 33 номер. Тоже достаточно неизвестное нам имя Гаслиттер. Недавно мы только ее увидели на этапах Кубка Мира. Да, вот туман, согласитесь, да, когда вот здесь в средней части камера, вот здесь перед спадом, да, ну так напряженно уже, на грани, да? Двое ворот видно, не более того. Есть даже опасения, не прервет ли гонку у нас главный арбитр, главный рефери, я напомню, Петер Гердоу. С этого сезона возглавляет женский Кубок Мира. Ну, видите, да, это не скольжение, конечно, это Юс называет. Вот такой вариант. Ну, еще одна американка, Бризи Джонсон. В свои 23 года, друзья, ну уже три травмы серьезных было у Бризи Джонсон. Ох, вот только заговорил, и опять она падает, а? Ну, очень, чересчур рискованная спортсменка. И сами тренеры команды американской генерации отмечали. Ее надо все время останавливать, с ней надо персонально работать. Иногда просто не чувствует ни чувства скорости, ни опасности. И вот видите, обратите внимание, на левой ноге, как у нее огромный там наколенник, фиксирующий после операции колено. И очередной раз она все-таки упала в Бризи. Вот, смотрите, у нас в этой части протокола, ну, почти ровесницы. Ну, по крайней мере, спортсменки, хорошо знающие друг друга. 96-95 года рождения практически все. Наверняка и по юниорским еще соревнованиям вместе там гонялись. Вот одна из них, Лаура Гош. Франция. Ну, правильно, конечно, жюри поступило. У нас стартовые интервалы сократили до минимума. Буквально 1 минута 15 секунд. То есть сразу две спортсменки на трассе. Друзья, опасение тумана. Видите, уже на пределе туман. И, конечно, жюри прекрасно понимает. Очень хочется, чтобы гонка завершилась. Потому что все эти отмены, уже нервы, наверное, и организаторов, конечно, тоже на пределе. Столько работы, столько было сделано, приготовлено. И вот четыре с лишним уже проигрывают спортсменки, еле попадая. Особенно на финише мы видим. Да еще и в туман. Да, видно было такое страдающее лицо. Да, ударило руку сильно. Да, ушибла кисть. Ушибла кисть. Юлия Плешкова у вас на экранах. Россиянка, друзья. Вот 8-й нагрудный номер. Я напомню, у нас всего 44 спортсменки. Осталось-то совсем немного. Ну, вот тут один из тех нечастых вариантов, когда, похоже, мы всех спортсменов должны были увидеть, друзья. Ну, вот опять, посмотрите, то, чего мы боялись. Вот, чего мы опасались, вернее, это того, что туман появится на трассе. И он все-таки появился. Из-за этого мы видим, что прерывают у нас гонку. Да, в средней части особенно. Друзья, ну, вот как сообщает координация, давайте, наверное, все-таки подводить итоги. У нас с вами две причины до этого. Во-первых, у нас приближается старт мужских соревнований. Мужских соревнований в гармише. И, во-вторых, у нас гонка прервана. Женская у нас туман на трассе. Осталось-то, вот обидно, да, осталось всего 8 спортсменок на старте. А это уже можем, давайте, прямо говорить, друзья, что это все-таки победный у нас заезд с вами на экран. А Федерико Бриньоне, мастер, конечно, своего уровня. Вы знаете, чем... Молодец, конечно, итальянка, друзья. Но все трассы, да, она борется всегда. Тем более, вот сегодня, хотя и непростые условия, но это то, что надо для Бриньона, да. С ее прекрасной техникой и для гиганта, и супер. Вот такого плана, как сегодня получился Броза Кутер, это, конечно, ее стихия. Поэтому победа тут абсолютно... Вы знаете, было бы, наверное, более удивительно, если бы она не выиграла эти соревнования сегодня Федерико Бриньоне. Так что здесь у нас, в общем-то, сомнений никаких в этом плане нет. Показали нам Карин Сутер, которая лидировала на момент старта Бриньоне, но в конце концов не одна ее итальянка обыграла. Сутер оказалась уже на четвертой позиции. Да, вот троечку еще разочек, троечку замедлено повторить. Посмотрите, какие были проблемы даже у призеров, даже у призеров сегодняшних соревнований. Условия непростые. Хелен как поборолась. Третье место. Пьедестал почетов Куевеки у швейцарской спортсменки Йоганна Хелен. Ну, второе место для Софьи Годжи. Это, в общем-то, такой нормальный результат. Поборолась она с Бриньоне достойно. Ну, еще раз победитель соревнований у вас на экране. Ну, вот такая панорама-то. Посмотрите, а вид-то какой красивый, да, на данный момент в розахутор. С этой камерой мы видим и тумана практически незаметно. Ну, там только на верхней части трассы вот такая вот какая-то. Даже не туман, друзья, это просто, наверное, это все-таки нижняя облачность, да. Да, разветривается. Скорее всего, соревнования продолжатся, друзья. Но мы все-таки должны завершать нашу трансляцию. На очереди соревнования мужские, а там сегодня в гармише гигантский слалом. Так что оставайтесь с нами, смотрите Евроспорт. Вот, кстати, у нас и картинка из гармиша уже появилась. Там спортсмены просматривают трассу сегодняшнюю. Ну, а режиссер нашей трансляции Сергей Анашкин и комментатор Владимир Андреев с вами прощаются, но совсем ненадолго. Субтитры сделал DimaTorzok